Друзья, всем привет! С вами Будда Гришна. Вот сегодня стало известно, что Инагин Галкин выступил на свадьбе украинской в Италии. Как это не смешно звучит. Инагин Галкин заявляет в Израиле о патриотизме. Здесь перед молодыми людьми совершенно, перед детьми каких-то проворовавшихся чиновников или, может быть, не знаю, тех людей, которые на деньги, которые присылают им, покупают себе Бугатти и так далее. Поет перед ними, выступает и пишет о том, что после выступления Инагин Галкин на украинской свадьбе в Италии активисты движения 40-40 обратились в Следственный комитет Российской Федерации с просьбой проверить Инагин Галкин на предмет спонсирования солдат с предельным государством. Общественники обратили внимание на то, что вместе с Инагином Галкиным на свадьбе выступал певец Монатик, который направляет все гонорары на нужды солдат с предельным государством. Гонорар со свадьбы Инагин Галкин тоже может направить солдатам с предельным государством, утверждают общественники, ну или, скажем так, направить какую-то часть, да, это может быть условием выступления, что-то подобного, подобном роде, потому что если одна сцена выступает тот исполнитель, который все гонорары направляет туда, то, естественно, Инагин Галкин не может выступить и все деньги забрать себе. Вот в этом логика этого обращения. Вы знаете, Следственный комитет проверит. Очень бы хотелось, чтобы в принципе проверили его, потому что когда сказали, что нет оснований для возбуждения уголовного дела в отношении него, при том обилии видео фактов, где он говорит и о Буче, и о малайзийском Боинге, и о ракетах, и, значит, дискредитирует руководство страны, и граждан нас с вами, и страну в целом, и всех там чиновников, то есть этих столько видео, но при этом нет оснований, конечно, возникают вопросы. Он выступает на одной сцене с людьми, которые, значит, полностью все гонорары отправляют туда. Они с Пугачевой приезжают на антироссийский фестиваль лайки Ваймуля, значит, и напрямую не собирают, но люди приходят посмотреть конкретно на них. Ваймуля собирает, значит, людей под предлогом, что будут Пугачевой на агенты Галкина, а на сцене QR-код, то есть люди направляют просто телефон из зрительного зала и отправляют деньги. То есть косвенно участвуют в сборе средств, и это все есть. То есть сам факт присутствия, не только присутствия, а сбора людей именно потому, что ты там, где идет концерт, где идет сбор денег, это уже, мне кажется, во многом говорит. Все-таки будем надеяться, что в данном случае какие-то будут приняты меры, потому что понятно, что сотую часть, мне кажется, если бы обычный среднестатистический ожидания сделал, из того, что или сказал, из того, что сказал иноагент Галкин, бы просто уже сидел, мне кажется. Я думаю, что всем понятно, что здесь его, господи, мама, жена Пугачева, поэтому в этом смысле, да. Друзья, что думаете на сей счет? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео. Друзья, приглашаю вас на свой основной канал Будда Гришна новости в Телеграм. Там какие-то мои личные фото, видео, что-то вроде песен, стихотворения, новости 24 на 70 с моими комментариями. Видео о политике, значит, выходит практически каждый день. В общем, ссылочка внизу в закрепленном комментарии в описании к видео. Переходите, чтобы мы с вами не потеряли в случае чего, друзья. И приглашаю вас на свой сайт Будда Гришна точка ком для бизнесменов, предпринимателей. Повторюсь, если вы не хотите, чтобы десятки тысяч клиентов проходили мимо вас, которые сегодня могли стать ваши, посмотрите, заинтересуют, пишите. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.